Никаких отчислений нет, работать не работает. Сумма долга уже свыше 300 тысяч рублей. Я завтра поеду, в комиссию проходить. Трудо устраиваться когда будем? Вот меня взяли, в комиссию завтра поеду проходить. Нет работы, а ещё времени и сил, утверждают нерадивые матери. Но чаще желание, говорят приставы. Жительница села Плёс Макшанского района задолжала своей дочери около 300 тысяч рублей. В августе 2020-го она вернулась из мест лишения свободы. Во время тюремного срока средства девочки перечислялись автоматически. Но теперь помощь ребёнку закончилась. О том, как живёт её сын, не знает и женщина из рабочего посёлка Макшан. Мальчика последний раз она видела несколько лет назад. Её долг составляет 131 тысячу рублей. С ребёнком общаетесь? Нет. А я его не вижу, я даже не знаю. Решены родительских прав. Почему в родительских правах не восстанавливаетесь? Да кто мне сейчас восстанавливает? Деньги же нужны, но всё это. Это не ответ. А вы хотите это сделать? Своё поведение большинство таких женщин объясняет отсутствием высокооплачиваемой работы. Якобы именно поэтому они не выходят на неё совсем. При этом некоторых поддерживают старшие дети. Маму пригласи, пожалуйста, нам надо с ней побеседовать, давай. О чём? Приглашай маму, пожалуйста. Я не буду её приглашать. Мы с ней будем разговаривать. Почему-то я не буду приглашать. Я её приглашать не буду, пока вы не скажете, зачем она вам. Я хочу её разоснить порядок оплаты алиментов. Понятно. Я не могу никак с ней встретиться. Я никого пускать не буду. В этой семье двое детей продолжают жить вместе с мамой. И сын, и дочь уже взрослые. А вот младшая девочка сейчас находится под опекой. Долг женщины перед ней превышает 200 тысяч рублей. Я по состоянию здоровья, болею. Это, во-первых. Нам папа тоже алименты полмиллиона должен. И помните. Давайте другой вопрос. Нет, как это другой. Всё тот же вопрос. Вопрос к вам. Сейчас будет собираться материал и привлекаться по статье 1.5.35 административного кодекса об административных промышлениях. И там посмотрим, что дальше. У нас ответственность такая. Вы видите, что имущества тут нет. Описать у неё здесь нечего. Поэтому только административная ответственность. Следом уголовная. Но то, чтобы исправить ситуацию, у каждого должника после получения постановления есть около двух месяцев.